приветствую дорогие подписчики и гости канала good boy мобильные компьютерные игры продолжаем проходить игру марио луиджи партнера во времени любопытно что это это существо мы встречали уже во многих играх про марио это довольно забавно ну что она снова и снова путешествует из одной игру в другую под разным соусом там подается конечно при разных обстоятельствах но так или иначе я его наружу расстричь не вижу если не под если не можешь на этот раз она проглотила и принцессу персик ну и моего скарлы или шрубы и еще репортершу хочется надеяться что они все живы тем более я не видел чтобы она их прожевывала вот так что я думаю что раз она их не сживала значит они все живы скорее всего такие дела стрелять у него из панциря очевидно не в самые лучшие идеи странно чуть не очень получилось ну ладно так давайте попробую вот это это мы что ли ослабла так странно связали а и Так странно выглядит, хе-хе. Думаю, вот теперь-то нам панцирь пригодится. Особенно на Марио. Ведь он сколько раз ударится, только и полечится. Да что ж такое? Не очень. Хе-хе. 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 Что придумать такое? Давайте я-то. Хотя, может это не самая лучшая идея прыгать на него? Ну ладно, рискнем Да, это не самая лучшая идея прыгать на него Ну ладно, рискнем Продолжение следует... 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 Готов. Как насчет четворочки? Ну ладно, пусть хоть три. Ага, еще один осколочек. А где же принцесса Персик? Мы же видели, как ее скормили этому животному. Неужели ее не осталось? Ой, ой, ой. Надеюсь, моя камера не сломалась. Эй, это же усатые парни. Вы вырубили это растение Переросток? Отличная работа. Когда этот клоун меня проглотил, я думала, что это сон. Так что скажите, ребят, этот осколок вы нашли внутри растения? Я не понял, что-то какое-то выражение непонятное. Если смотреть на этот блеск достаточно долго, то почувствуешь... Ой. Внутри этого кристалла кто-то на меня смотрит. Ребят. Ахахаха. Должно быть, я перетрудилась. Мне нужно побыстрее отдохнуть. В любом случае, зачем вам это, усатики? Что вы будете делать, когда соберете все эти вещи вместе? Вы отличная команда, на вес золота. Таким ребятам, как вы, все по плечу. Ух ты. Именно так. Когда инопланетяне повязали меня, я прокралась в собственность маленького шруба. Я думаю, что это ключ к чему-то внутри материнского корабля шрубов. Кто знает, что эта красота может открыть? Это тайна. Но я бы все поставил на то, что это будет сенсация, ребят. А ты просто рвать рву. А? Хотите знать, видела ли я принцессу персик в животе растения пираньи? О, да. Поверьте мне, ребят. Принцесса персик там была. Но когда меня съели, ее выплюнули. И также у меня было все готово для эксклюзивного интервью. Тоже. Я уверен, что она все еще запята где-то в пещерах. Предлагаю вам, ребят, продолжить поиски. А что касается меня, я попробую использовать этот ключ. Что значит, для меня настало время сказать до скорого. Удачи, усадики. Ой, да. Буду вам должна. Ну, вот такой вот. Что нам теперь, наверх идти или вниз? Я не очень понимаю. Думаю. Думаю, это, в общем, прореха. Надо, наверное, в нее бить. Так и есть. Марио? Не может быть. Это ты, Марио? Марио, помоги, Марио. Опять ее кто-то схватил. Мы спешим на помощь. Чувак кричал. Тут вроде все в порядке. Ух ты. Похоже, принцесса заболела. Ух ты ж, как смел этот гриб прикоснуться к прекрасному лицу нашей принцессы. Мне тоже интересно, как он там прикрепился. Что за жестокий поворот судьбы? У меня появился шанс познакомиться со взрослой принцессой и вдруг проклятием. Думаю, нам нужно просто подождать, пока оно сгниет и отпадет. Само собой. Я имею в виду гриб, а не лицо. Ты в порядке, моя дорогая? О, ну теперь ты это сделал. Ты топающий старый слон. Молодая мисс снова плачет. Ох, принцесса здесь, принцесса там. Нет никакого отдыха для меня, боюсь. Эй, важно то, что принцесса теперь в безопасности. Идем, принцесса, почему бы вам немного не полежать? Она разговаривать не умеет теперь. Пока. Принцесса Персик отдыхает. Пожалуйста, зайдите позже. Возвращайтесь позже. Думаю, нам надо к профессору Игаду сходить. И рассказать, что мы нашли новый осколок. Он, наверное, будет рад. Странно, на карте его не видно. Продолжайте и соберите оставшиеся осколки кобальтовой звезды. Не стоит здесь стоять. Вы можете проверить, сколько у вас осколков. Посмотрев внутрь своего чемодана. Стас ввел он. Ну ладно. Видимо, пока все не соберем. Болтать незачем. Они обучат нас новому движению, что ли? Собери, старейшина, я. Принцессе нужно внимания. Давай испробуем классику. Буду готов, как только ты скажешь. Вперед! Принцесса не удовлетворена. Хорошая попытка. Похоже, она устала от кручения Тодсворта. Ах, встречный ветер. Здорово, старейшина, я. Смотри, она повторяет за нами. Что ты говоришь, старый Боб? Хочешь обучиться новому движению? Идем, господин Луиджи. Ты спас принцессу. Ты заслужил награду. В данный момент тебе не нужно обучаться новым движениям. И как ты можешь видеть, пытаться поддерживать ее маленькое высочество. Счастливой, это работа на полную ставку. У нас нет времени, чтобы обучать вас всяким глупостям. Позвольте нам страдать в покое. Придержи язык, старейшина, я. Выросшая принцесса в безопасности. Но зло наступает, сэр. Откровенно говоря, у меня в животе уже все переворачивается. Это не жизнь, и я не хочу так жить в свои пожилые годы. Эх, молодость. Ну ладно. Хотите научиться? Тогда я научу. Это самое простое. Проще не придумать. Вам всего лишь нужно столкнуться с детьми во время кругового прыжка. Дети будут подхвачены Дети будут подхвачены Кручением И тоже начнут крутиться. Ура! Посмотрим. Крутящиеся дети. Давайте назовем эту технику Детское кручение. О, да. Очень отлично Идея. В общем, он говорит Движение довольно простое Попробуйте сами Когда детки будут Ну, поднимется в воздух Нажимайте крестовину Вы можете использовать крестовину Чтобы направлять малышей Пока они будут медленно опускаться Готовы попробовать? Используйте детское кручение Чтобы Чтобы помочь деткам Забраться сюда Хорошо Ой Поздно Сейчас еще раз попробуем Великолепно Таким образом Вы можете достичь мест Которые Ну, слишком высоки Были для вас раньше Думаю, я такие и видел Ох, дорогой Что еще мы можем сделать Похоже Она тоже устала От всего этого В этом случае Ты что Обезумел Только не принцесса Да, принцесса Я запрещаю Нет Мы это сделаем Никогда Никогда Нет 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 Принцесса Ой Дорогая Принцесса Что мы сделали Смотри сюда Ты Трусишка Принцесса Довольна Что ты говоришь Старый бог Хочешь обучиться Новому движению Я не против Обучить вас Этому новому движению Но похоже Моя взрослая копия Все еще в шоке Принцесса Видимо Мне придется В одиночку В этот раз Вас обучать Это довольно просто Правда Для начала Войдите в режим Братского меча А затем Вам нужно Столкнуться С детьми Чудесная Сила Братского меча Уменьшит их Это позволит Им заходить В очень Низкие места Которые Раньше Были вам Недоступны Но не бойтесь А их рост Снова Восстановится Ах Гибко С детства Поскольку Они выглядят Как горячие Пирожные Давай назовем Это Технику Детское Пирожное Давайте Попробуйте Хорошо Великолепно Великолепно Принцесса Прости Меня Я Я Я Старый Дурак Ой Опять Ветер Нет Нет Ужас Младший Младший Ах Ты Тварь Это Все Твоя Вина Что Ты Теперь Сделаешь Я Тебя Спрашиваю Как Как Это Исправишь А Ну Успокойся Старейшина Я А То У меня У тебя Давление Повысится Я Если бы Я Хотел Видеть Как Сам Себя Смущаю Я Бо Стал Коршить Рожи Возле Зеркала Но Принцесса Успокойся Старый Боб Господин Марио И Другие Без Сомнения Спасут Принцессу Как Всегда Ты Спасешь Ее Не Так Лим Или Вы Спасете Уверяю Вас Она Не В другом Замке Или Что В этом Роде Это Отсылка К Одной Из Самых Первых Игр Про Супер Марио Там Постоянно Говорили Она В другом Замке Она В другом Замке Мы Рассчитываем На вас Ребят А Теперь Старейшина Я Мы Позволим Господину Марио И Другим С Этим Справиться Думаю Все Будет Хорошо Так А Как Как Туда Приви А Я Понял Вот Как Так 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 К Так Думаю, это было такое испытание наших новых навыков, наших новых движений, как мы, умеем ими пользоваться или нет, надо было испробовать это. Ты спас малышку принцессу. Великолепно, все справились, от души вас благодарю. Идем, малышка принцесса, время спадоньки для всех нас. И вдруг, внезапно... Ужас! Он вернулся! Королевские покои! Сейчас мы узнаем, что там произошло. Может, ты нам расскажешь. Не уверен, что произошло, но сверху какой-то шум. Ужас! Ужас! Мы идем! Я скажу подв Beatle в Север체. Продолжение следует. как такое возможно баузер нападает сейчас уа ха ха настало время и принцесса станет моей вы дураки а марио и зеленый слабак здесь какие шансы что такое произойдет признаю признаю до этого вы справились моим панцирем но только не в этот раз о да мой гороскоп так сказал сегодня я буду только побеждать ва ха 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 я правлю что происходит и уже фур химическое оружие получилось надо идти быстро стоять а ну немедленно верни большую принцессу так нам подсказывают куда идти ладенько марио что мы можем сделать баузер снова получил принцессу это как дежавю если мы не сделаем что-нибудь быстром кто знает что может произойти быстрее нам нужно его нагнать так надо спуститься вниз сохранимся на всякий случай благо нам тут рука подсказывает куда нужно идти тут мы и пойдем так где-то и где-то здесь а вот а как туда попасть наверное надо и тишек скинуть они не лазит а тут из способ попроще я был бы рад попробовать зайти во временную дыру по ту сторону но промежуток слишком большой я не могу допрыгнуть если бы только я мог летать или что-то в этом роде ну мы-то умеем елки-палки а детишек надо что-ли поднять в воздух да все получилось это ничего что их двоем скоро снова станет четверо и какой-то вулкан твомб каким-то образом взрослые тоже сюда добрались хотя казалось бы как ну ладно тропа тропа вулкана твомб опасайтесь остерегайтесь падающих объектов эй это вулкан твомб вы ребят тоже скалолазы мы тут все такие экстремальные да возможно вы догадались из имени это вулкан и тут много твомбов помпы это такие крупные вроде камни которые с глазами и падают и поднимают за все время а еще тут есть какой-то ученый на вершине и его зовут гадзукс или олисмокс или что-то в этом роде да там блоки видите их я и боюсь пытала видите как они ухмыляются а если только ты не плоский как экстремальные горячие экстремальные горячие пирожные ты не сможешь туда зайти это такая подсказочка нам и неважно насколько ты экстремальный если только ты не умеешь парить ты не сможешь достичь этого другого блока думаю у нас все получится ты так отлично думаю и с этим и справимся новые враги виде блоков подумать только а мы ведь даже в магазине не успели сходить ближе столько денег а мы даже не тратили может вернуться и прошвырнуться по магазинам не будем тратить время на возвращение а 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 Субтитры делал DimaTorzok Как такое возможно? Да он самоубился или так сбежал ударив нас напоследок Да, слишком высоко Вот это я понимаю начало Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Да конечно вообще читерство Новые блоки доставать Мы тут с одними разбираемся Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Так ДимаTorzok 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 Эх, повсюду блоки Эх, повсюду блоки ДимаTorzok ДимаTorzok Эх, повсюду блоки доставать Эх, повсюду блоки доставать Эх, повсюду блоки доставать Думаю, думаю, что мы тут субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Экстремальная опасность, не ударяйте по этому блоку молотками ДимаTorzok ДимаTorzok Вещи довольно часто падают без какой-либо помощи от вас Я не понял, ну ладно В общем, это... Ой, хе-хе-хе Это нам намекнули, что надо ударить молотком Сохранимся на всякий случай Как я ударю, если я не могу? Так, что мы делаем не так? И как мы можем по ней ударить, если... А, вот как Ну, хорошо И зачем это было делать? Наверное, чтобы ударить снизу Готово Проход открылся Готово Готово Ага Продолжение следует До новых встреч Дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok